Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. Ключи от новых домов, потерявших свое жилье во время лесного пожара, вручили сегодня в Аулий-Коле. Их торжественно передал хозяевам глава области. За полтора месяца построили 91 дом, каждый площадью 100 квадратных метров. Алияда Смагомбетова продолжит тему. Сегодня в Кустанай прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка о том, что именно покупали в Кустанайце и по каким ценам, расскажет Татьяна Калюжная. Количество ссоров не ограничено, а вот в Сочи могут проводить не более трех в один день. Могут ли ученика вызвать с больничного для написания контрольной и где родители могут познакомиться с графиком проведения ссоров в Сочи, расскажет Яна Галла. Ключи от новых домов, потерявшим свое жилье во время лесного пожара, вручили сегодня в Аулий-Коле. Их торжественно передал хозяевам глава области. За полтора месяца построили 91 дом, каждый площадью 100 квадратных метров. В них уже установили ванны, газовые плиты и отопительные котлы. Новый микрорайон получил название «Берлек». Алияда Смагомбетова продолжит тему. Вот так мы поставим. Сюда 100, наверное. Вот так семья Бычковых делится планами, что и куда будут ставить. У Виталия и Сабины четверо детей. Самому старшему 12, а младшему 2. Их дом в Аман-Карагае сгорел полностью. Дом, гараж, сарай, не осталось ничего. Глава семьи рассказывает, что пожар начался как раз с того места, где они и жили. Сейчас они ютятся у родственников, но в течение нескольких дней планируют уже заехать в свой новый дом. Ощущения как? Эти ощущения не передаются. Когда загорелось, непонятно было. Просто уезжали, как в тумане. Приехали, тоже ни слов, одни эмоции. Тяжело, как это может быть? Тяжело было. До этого было все, а сейчас все заново. Будем обставляться. Ощущения еще непонятные. Конечно, рады, что ключи дали, но сейчас чуть-чуть непонятные ощущения. В домах уже есть ванная, газовый котел и плита. Площадь 100 квадратных метров. Это четыре большие светлые комнаты. Новый микрорайон Берлёк обеспечен необходимой инфраструктурой – водой, газом и электроснабжением, интернетом и подъездными путями. А вот это уже дом Оранбасар Молдакешевой. Женщина до сих пор не может поверить, что дома построили так быстро. В том доме, который сгорел, они вместе с мужем прожили 18 лет. Вмиг они остались без сего. На момент пожара их не было дома. Спасти хоть что-то не удалось. Пока строились дома, они жили у родственников. Тысяча благодарностей нашему президенту. Он нам сказал, не плачьте и не переживайте. За два месяца построим дома. Но мы все равно переживали. Не верили, как такое возможно. Приезжали, смотрели, а потом через месяц увидели, что уже стены подняли. Так обрадовались. Мужу говорю, не плачь. Мы начнем жить тут, и теперь все плохое будет обходить нас стороной. На строительство домов в Ауликоле было направлено почти 2,5 миллиарда тенге. Работа здесь велась круглосуточно, без выходных. Дома были построены силами 12 строительных организаций. На обустройство своих жилищ каждая семья получит по 3 миллиона тенге. Это помощь от разных фондов и меценатов. Уважаемые жители, уже сегодня вы станете полноправными владельцами данных домов. Нельзя не отметить наших соответственников, которые с первых дней в едином порыве стремились оказать гуманитарную помощь пострадавшим от пожара. Со всех уголков Казахстана прибывали машины с продуктами питания, одежды, предметами быта. Особый вклад в разбор, распространение и транспортировку прибывшей помощи внесли наши волонтеры. В микрорайоне уже установили пункт полиции и детскую площадку. В будущем здесь планируется строительство детского садика. Хамзан Урпийсов, Алиадас Магомбетова, РТН, Ауликольский район. В Костанайе сегодня прошла сельскохозяйственная ярмарка, на которой большим спросом у населения пользовались яйца, овощи и мясо. Люди выстраивались в многометровые очереди, чтобы успеть приобрести эти продукты питания. К примеру, десяток яиц стоил 380 тенге. Костанайцы хотели приобрести их как можно больше, но на одного человека продавали лишь по два лотка. Татьяна Калюжная продолжит тему. Дождливая покода сегодня не помешала кустанайцам прийти на ярмарку сельскохозяйственной продукции. Уже 9 часов к предпринимателям, продающим яйца, выстроились очереди. Яйцо категории С1 продавали здесь по 380 тенге. Яйца-то надо, а в магазине-то 600. 550, я что-нибудь знаю. Всего два лоточка дают. Вы тоже стоите? Да. Тоже два лоточка. На руки только два дают, больше не дают. Вон, с ведерком. Раскупались жители областного центра и овощи. К примеру, картофель по 120 тенге за килограмм, капусту 80 тенге за килограмм. Большие очереди были и за мясом. Говядина здесь стоила от 2000 тенге за килограмм, свинина от 1800 тенге, а конина от 2500 тенге за килограмм. Мясо Куся тоже пользовалось спросом. Стоимость от 3000 тенге за килограмм. Колбасы продавали не только местные производители. Свой товар привезли и бизнесмены из Орска. Слышали о ярмарках, никогда просто не приезжали. В Лисаковск постоянно ездим. Сыр берут люди, суповые наборы свиные берут. Колбаска у нас вся по цене производителя идет, потому что мы сами работаем реализаторами. Разбирали на ярмарке и муку, причем мешками. 10 килограмм, 2300, я считаю, это приемлемые цены. Это высший сорт? Высший сорт, да. Это высший сорт. Первый сорт у нас 2000 стоил 10 килограмм. Просто уже разобрали по полтонной, привезли, уже нет. Ну, сразу в течение полчаса уже разобрали. Торговля у предпринимателей шла весьма неплохо. Иван привез свежую рыбу из Федоровского района, которую очень охотно раскупали кустанайцы. Много, продал много уже. Как народ покупает? Хорошо. Возьмите, пожалуйста. Ну, блин, все по-разному берут. Вам не первый раз? Нет, нет, постоянно езжу. Карась по 300, щуку по 700 продал уже. Ну, продал уже килограмм 70. Продал. Цены на ярмарки организаторы всегда обещают ниже рыночных на 10-15%. На ряд продуктов питания так и было. Но был и тот ассортимент, на который цены не сильно отличались от магазинных. Кустанайцы делали выбор самостоятельно, уходя с ярмарки. Либо с полными сумками, либо с пустыми руками. Хамзан Урписов и Татьяна Калюжина, РТН. Освещение в этом году появится на 15 улицах города Тобыл. На 13 его уже подключили. На двух оставшихся станет светло к середине ноября. А вот асфальтирование запланированных на этот год улиц уже завершено. Таким образом, с учетом выполненного в этом году объема, 80% городских дорог имеют дорожное полотно. В этом году средним ремонтом в городе Тобыл охвачено 6 улиц и 1 переулок. Общий объем работ составил более 11 тысяч квадратных метров. Новый асфальт появился на 3 километрах внутригородских дорожных артерий. По словам Захара Комарова, они постарались охватить наиболее проблемные участки. Работы на сегодняшний день уже завершены в полном объеме. Асфальтовые покрытия постели, установлены дорожные знаки согласно сметы. Уже с подрядчиком проведены также лабораторные работы, взятые пробы качества. Технодзором тоже ввелся постоянный контроль за проведением в ходе работы. На сегодняшний день все эти мероприятия проведены успешно. С учетом объема работ, выполненных в этом году, 80% дорог Тобыла теперь заасфальтированы. По оставшимся 20% будут работать в следующем году. Уже сейчас готовится бюджетная заявка, которую будут рассматривать в районном Акимате. Как только ее утвердят, станет известно, сколько дорог заасфальтируют в 2023 году. По этому году единственная у нас проблема была, но я думаю, эта проблема охвачена как в области была, это в летний период. Немного времени мы упустили, это в связи с отсутствием битума, поэтому подрядчик этим как бы мотивировал. Но тем не менее мы по погодным условиям не ушли в неблагоприятный, в плюсовую температуру, работу это завершили. Сроки у нас не истекли, сроки у нас по действующему договору есть, подрядчик свои обязательства в принципе выполнил. Ведутся работы и по уличному освещению. Светильники устанавливают светодиодные, они экономичные и потребляют малой энергии. В этом году на эти цели было выделено 13,5 миллионов тенге. Деньги освоены на 70%. До середины ноября работы планируют завершить. На этот год у нас запланировано охватить 15 улиц. И на сегодняшний день выполнены работы на 13 улицах. Значит, запущено уже освещение. Жители где-то есть положительные комментарии. Но есть, опять же, просьбы жителей, на которые улицы не вошли в этом году, по освещению в планы, эту работу продолжат. Мы надеемся, при выделении бюджетных средств, свои предложения также вносим руководству, чтобы эту работу продолжить. Без света в Тобыле пока остаются 45 улиц. Работы на них будут производиться по мере выделения бюджетных средств. Зярах Мечин, Яна Галла, РТН. По факту внезапной смерти двух шестилетних братьев полиции Костанайской области начато досудебное расследование. Напомним, двух братьев-близнецов в больницу Рудного доставили вечером 12 октября. Шестилетние дети жаловались на слабость в ногах, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Им провели инфузионную терапию. Их состояние улучшилось до удовлетворительного. Они начали играть. И утром следующего дня их выписали по настоянию мамы. Но спустя 12 часов женщина обнаружила сыновей без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала их биологическую смерть. Выяснением ее причины занимаются эксперты. Назначена и токсикологическая экспертиза. Рассматривается и версия отравления ядовитыми веществами. Ее результаты скоро должны быть готовы. И, как сообщили в Костанайском департаменте полиции, по факту гибели детей в Рудном начато расследование. Дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И ненадлежащее выполнение профобязанности медицинским или фармацевтическим работникам. Не больше трех сочей в день. Именно столько контрольных могут ставить в один учебный день школьникам. А вот с суммативным оцениванием за раздел, то есть с сорами, дело обстоит иначе. Их количество не ограничено. Новая система оценивания знаний школьников работает не первый год. Однако до сих пор вызывает у родителей немало вопросов. Яна Галла нашла ответы на самые актуальные из них. Несмотря на то, что новая система оценивания знаний школьников работает уже не первый год, она продолжает вызывать массу нареканий и недовольств как со стороны родителей, так и со стороны детей. Ученики жалуются на большое количество соров из Сочи и их неравномерное распределение в четверти. То есть, когда в день школьники пишут по 3-4 контрольных. Как пояснили в отделе образования, количество соров в один день не ограничено, так как на уроке отводится на них не более 20 минут. Другое дело – суммативное оценивание за четверть. На суммативное оценивание за четверть, то есть Сочи, существует ограничение. Согласно приказу министра образования Республики Казахстан, от 18 марта 2008 года, номер приказа 125, проводится не более трех Сочи в один день. Также одновременно ссор и Сочи по одному учебному предмету в один день не проводится. И в последний день, завершение четверти Сочи, также не проводится. Также поступают жалобы от родителей, что для выполнения ссоров и Сочи нередко детей вызывают с больничного. Однако делать это педагоги не имеют права. Школа не имеет права приглашать ребенка, если он находится на больничном. После того, как ребенок уже выздоровеет, получит справку от поликлиники, только в том случае они могут его пригласить, и ребенок выполнит все свои контрольные работы за время болезни. А так приглашать в школу они не имеют права. Если ребенок заболел в конце четверти, в таком случае есть два варианта решения проблемы. Четвертную оценку могут выставить на основе ссоров и формативных оценок, которые получал ученик. Либо могут пригласить школьников в каникулярное время для написания ссоров и Сочи. В каждой школе на начало учебной четверти составляется график проведения ссоров и Сочи, который находится на контроле у администрации школ. Если в какой-то школе идет нарушение графика, родители могут обратиться в отдел образования, назвать школу, и мы со своей стороны примем соответствующие меры. Или позвонить по номеру телефона 540113. График проведения контрольных срезов должен находиться в учительской, и, как пояснили в отделе образования, родители могут обратиться к классному руководителю ребенка и попросить его предоставить график. Продолжаем выпуск. В Казахстане готовятся к празднованию Дня Республики. На протяжении 13 лет его не отмечали, и впервые в этом году после долгого перерыва дату вернули в календарь праздников. В Костанайе в преддверии Дня Республики прошел праздничный концерт и награждение лучших жителей города, представителей различных профессий, которые внесли вклад в развитие областного центра. Наша съемочная группа побывала на праздновании. Вот так без музыкального сопровождения вживую артисты Дома культуры Мирас исполнили гимн Казахстана. С этого и начался праздник, посвященный Дню Республики. Зал Дома культуры был полон. Сюда пригласили представителей разных профессий. Для них концертная программа и награждение благодарственными письмами лучших костанайцев. Среди них и прораб ТО Абезе Плюс, который вот уже 16 лет трудится в этой организации и занимается текущим содержанием города. Едешь, это я делаю, это я, да и дети, внуки, говорят, ты же, ты это был, да, ты их делал. И как-то это. Там где-то памятник установишь, там это, там. Вот когда делаешь что-то красивое, оно все равно приятно. С такой трибуны, с рук самого Акима города приятно, да. И конвертик есть. А вот на сцене Елена Гуриненко. Она начальник участка в строительной фирме. В городе под ее руководством построен не один десяток домов. Сегодняшняя награда для женщины – полная неожиданность. Вообще по специальности Елена – машинист башенного крана. И долгое время она работала по профессии. Главное, я всегда в жизни считаю, что главное – это там не денежные эквиваленты, не это, а вот само поджатие руки. Вот это, мне кажется, очень, ну, как бы в душе прям остаток такой хороший. Вот, поэтому спасибо большое. Грамотами Акима города и области в общей сложности наградили 32 кустанайцев. Как отметил глава Кустаная, это те люди, которые каждый день работают на своих участках и пользуются заслуженным авторитетом в своих коллективах. Мараджан Дубаев в своей поздравительной речи большое внимание уделил успехам страны за годы независимости. Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем. Приведу несколько основных цифр, характеризующих успешность социально-экономической развития Казахстана в сравнении со стартовыми позициями начала 90-х годов. За годы независимости объем ВВП Казахстана увеличился в 17 раз с 11,4 миллиардов долларов в 93-м году до 190 миллиардов в 2021 году. Товарооборот нашего государства вырос с 1,5 миллиарда в 91-м году до 100 миллиардов долларов уже на текущий момент. После награждения для присутствующих яркая концертная программа. Посмотреть концерт собралось немало кустанайцев. Сидячих мест Дома культуры не хватило, поэтому многие смотрели его стоя. Хамзан Урпийсов, Алия Дасмагомбетова, РТН. У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября. Соответствующие дополнения внесены в перечень праздничных дат по становлениям правительства. До этого момента они отмечали свой праздник вместе со всеми работниками культуры страны. Но о собственном дне мечтали всегда. Сейчас, рассказывают библиотекари, они готовятся впервые в независимом Казахстане отметить его. Подробности в следующем сюжете. Юлия Шевченко руководит отделом в Кустанайской областной детско-юношеской библиотеке имени Ибраил Тенсарина. Она пришла сюда работать почти 25 лет назад, 19-летней девушкой. Хотя уже в то время получила профессию учителя начальных классов. Но тогда устроиться по специальности не смогла. Пошла в библиотеку, где работала ее мама. Вообще, когда я пришла, я, конечно, думала, что я немножко поработаю и потом уйду в школу. Ну, так у меня были мысли. Но, видимо, все-таки это судьба и осталась. Когда я пришла сюда, ну, знаете, так как я в библиотеке всю жизнь, как говорится, да, с детства, я знала, на что я иду. Я знала вообще всю эту кухню. Но в школу Юля не ушла. Она получила профессию библиотекаря в Челябинске и продолжила трудиться по уже любимой специальности. Женщина говорит, что самое главное в своем деле – это не только возможность читать книги, как думают некоторые, но и общаться с детьми, которых в ее отделе немало. И все они уже подростки. Многие же люди думают, что библиотекари делают. Сидят и выдают книжки, и все. На самом деле это все не так. Это и работа обязательно с детьми, с читателями. Это постоянное общение. Это нужно быть очень квалифицированным. Это нужно быть очень подкованным. Ожидания, конечно, оправдались. И я очень люблю свою профессию. Я очень люблю свою библиотеку. Это мое первое место рабочее. Я больше нигде не работала. В эти дни сотрудники Кустанайской областной детско-юношеской библиотеки имени Алтынсарина готовится впервые отметить свой профессиональный праздник – 24 октября. Его официально ввели в Казахстане совсем недавно. До этого момента библиотекари отмечали свой профессиональный день вместе с работниками культуры страны. Но, как отмечают сами библиотекари, всегда хотели иметь свой собственный день. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Длинные и короткие, с рукавами и без. Классические и модели-трансформеры. Все эти виды шуб вы сможете найти на выставке продажи меховых изделий от российской компании «Союзмеха». Выгодные условия покупки – скидки до 50% и рассрочка без переплат до двух лет. Шубы мужские и женские, меховые жилеты и головные уборы. Поторопитесь, выставка продажа в Кустанайе до конца месяца. Стильные и роскошные модели шуб представлены на выставке продажи в огромном ассортименте. Более 5000 качественных изделий. Пятигорская компания предлагает кустанайцам оценить все достоинства шубок из норки, мутона, песца и куницы. Теплые и легкие, самых разных размеров и фасонов. Шуба является бесспорным лидером в защите от холода. А в изделиях от «Союзмеха» даже в самый лютый мороз будет тепло. У нас большой выбор классических шуб. Посмотрите, какой большой выбор. Много цветовой, большой цветовой гаммы. Например, можем показать такую шубу, например, цвет пудра, шалевый воротник. Необычный такой. Карманы такие накладные. Вот такая серия. Цвет изумруд очень шикарный. Он идет как оверсайз, его можно носить. Модели на любой вкус. Разнообразие материалов, тепло и долговечность. Но что самое главное, отличное качество. Российская компания «Союзмеха» вот уже 30 лет на рынке меховых изделий. Главная задача сотрудников – полное удовлетворение потребностей клиентов. В изделиях учитывается как модные направления, так и спрос покупателей. Помимо шуб здесь можно подобрать головные уборы и меховые жилеты. Найти подходящую шубу смогут не только женщины, но и мужчины. Удивят на выставке продажи и цены. На некоторые модели действуют скидки до 50%. Модели у нас разные. Как и с капюшоном, так и со стойкой воротником можно подобрать. Размерный ряд у нас получается от 40 до 64. Выбор большой. Приходите, покупайте. Зима не за горами. Выставка продажи меховых изделий завершает свою работу в Кустанае. Поэтому, если вы все еще не готовы к зиме, поторопитесь приобрести шубку выгодно, со скидками и беспроцентной рассрочкой. Алтенцари на 7-1, торговый дом «Строймак», второй этаж, остановка «Березка». Без выходных и перерывов в 10 утра и до 7 часов вечера. Хамзан Урпийсов, Алия Досмагомбетова, РТН. Не пропустить новое поступление качественной и комфортной зимней обуви рекомендуют костанайцам и жителям города. Приобрести обновки на ярмарке российско-белорусской обуви можно будет только до 25 октября. Насколько демократичны цены и предоставляют ли на ярмарке скидки, расскажут мои коллеги. Ярмарка российско-белорусской обуви в нашем городе проходит уже не первый раз, поэтому костанайцы, когда узнают о ее открытии, спешат за обновками. Объяснить это достаточно просто. Их привлекают отличное качество, разумные цены и вежливое обслуживание. Покупаю постоянно для себя и для своей семьи, для мужа обувь. Купила сапожки черные на зиму. Купила себе летнюю обувь очень хорошую с ортопедической стелькой. И муж довольный, и я довольна. Носится хорошо. На ярмарке российско-белорусской обуви представлен широкий выбор как женской, так и мужской обуви на разные сезоны. Так что, по примеру Альфии Мусиной, за новой парой обуви приходят с семьями. На ярмарке свыше 600 моделей обуви. Есть лето, межсезонье, зима. Сегодня было большое поступление зимней обуви. Приехали высокие сапоги, короткие. Внутри овчина, мутон, шерсть. На каждой обуви стоит антилед, чтобы было не скользко. Постоянные покупатели уже успели оценить и удобство российско-белорусской обуви. Носится она с удовольствием. Обувь идет на нестандартные ножки, на нестандартный взъем, нестандартную ступню, выступающие косточки. В зале у нас работают наши продавцы. Они с удовольствием помогут подобрать модель, размер. Женская обувь начинается от 36 размера до 44. Мужская от 40 до 49. Ценовая политика начинается от 11 тысяч. В межсезонье от 20. Зима от 25. Кожа натуральная, мех внутри натуральный. И также на ярмарке действуют скидки. Ярмарка российско-белорусской обуви работает по адресу улица Гоголя, 74, второй этаж кинотеатра «Казахстан» до 25 октября. График с 10 часов утра до 7 часов вечера, без перерывов и выходных. Не упустите возможность приобрести качественную и самое главное удобную обувь по доступным ценам. Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин